Всем привет, Костелло здесь, и минут 10 назад я посмотрел четвертую часть Кунг-фу Панды, и мне есть что сказать, но если вкратце, она мне понравилась. Вот, если честно, я когда смотрел трейлер, у меня были надежды, что мне эта часть понравится, но особо звезд с неба я вот этой части не хватал. Думал, что она будет, ну, такой средненькой, то есть получше, чем третья часть, которая мне, если честно, она меньше понравилась, но при этом где-то вот, ну да, между второй и третьей частью будет как-то мое мнение по этому мульту, но все оказалось куда наоборот. Мне эта часть понравилась, так же, как, например, как вторая часть Кунг-фу Панды мне понравилась, но не без изъянов. Если Акара-то озвучит, я это озвучу тоже, а так обо всем по порядку. Как менялась Кунг-фу Панда, эволюция от Акра. Если вкратце, то первая часть мне она понравилась, вторая часть мне понравилась еще больше, чем первая часть, третья понравилась меньше, чем вторая. Какой изначально должна была быть первая кунг-фу панда? Какое животное из компьютерной игры стояло за ней? Что поменяли в злодеи во второй части и почему я считаю, что это плохо? Как мы могли увидеть живых актеров в истории про панду По? Какой путь прошла серия? Сегодня мы во всем этом разберемся. Не отходите далеко. Знакомиться давайте я, панда кунг-фу файтер. Мастерами кунг-фу не рождается. Это такой вот кавер от этого самого. От муми-тролля кунг-фу файтинг. В нашем мире кунг-фу панду посмотришь далеко не в каждом кинотеатре. А, то есть это реклама все-таки. Монстромания. Ладно, окей. Потом как-нибудь это посмотрим, я надеюсь. Русская версия Грати Фоллс, ладно. Знаешь, кто может оказаться монстром? Всем массовый сдреп. Мы живем во время довольно спорного отношения к компании DreamWorks. В 2022 году они выпустили отличного кота в сапогах 2, который, по мнению большинства, легко превзошел оригинал. Это да. И задал высокую планку в 3D-шных произведениях. В особенности на фоне разочарования от последних работ Disney и Pixar, многие ждали, что теперь DreamWorks в целом будет работать по такому принципу. Делать продолжение только круче. Новые стилистические формы. А потом вышло продолжение Мегамозга, которое тоже своего рода нашло новые стилистические формы в виде дешевой графики и сомнительного сюжета. Ну, есть такое. Но я его пока еще не смотрел. Но что-то у меня возникает ощущение, что будет примерно такое же ощущение, которое было, когда я смотрел один мультсериал по кунг-фу панте. То есть, вроде бы все то же самое, но с очень дешевой графикой. Примерно здесь то же самое. То есть, да. Я тот человек, который видел пару серий мультсериала по кунг-фу панде. И дальше первых трех серий я это не осилил. Потому что, нет, кунг-фу панда для меня это вот как раз вот эти вот 4 части, которые я все посмотрел. И один специальный выпуск про историю неистовой пятерки. После такого сюрприза люди уже совсем перестали понимать, чего ждать от этой компании. А ведь когда-то именно DreamWorks в 2008 году подарила аудитории замечательный мультфильм кунг-фу панда. Который я видел на 9х. Но откуда у него растут ноги? Нам нужно переместиться еще дальше, в 1999 год. Перед вами игра, выходившая на первую PlayStation под названием Тайфу. Гнев тигра. Главный герой игры, последний оставшийся в живых из клана тигра, отправился в пульт, чтобы... Это что получается? Это типа кунг-фу панда является экранизацией видеоигры, а в свою очередь тигрица это та самая Тайфу? Да ну нафиг. ...бы победить повелителя драконов и отомстить за свой род. Тайфу это приквел к кунг-фу панде? Ух ты. Он узнает о своем мрачном прошлом и овладевает несколькими стилями кунг-фу, по одному от каждого мастера клана, которого он побеждает. Игра не стала какой... Туда же есть свой шейн местный. ...то супер культовой вещью и не вписала себя в аналы истории. Однако над ней работал Джеффри Катценберг, генеральный директор студии DreamWorks Animation. Да и игра-то была разработана студией DreamWorks Interactive, а еще тут есть панда. Возможно, если бы игра была бы очень успешной, именно Тигр стал бы главным героем будущих мультфильмов. Но пока в голове сценаристов осталась только идея с кунг-фу антуражем. Все это реализовалось в кунг-фу Панде, хотя она тоже стремительно меняла свою форму. Изначально это должна была быть совсем дурашливая пародия на фильмы про кунг-фу. Возможно, что-то на уровне очень страшного кино. В каком-то смысле это было. Надеюсь, Панда Бонни должен был там пихать какие-нибудь части своего тела в пылесос. Однако в процессе создания от этой идеи было решено отказаться. Вот что говорил режиссер Панды Джон Стивенсон. Мне не было интересно смеяться над кунг-фу фильмами, потому что я действительно считал, что фильмы о боевых искусствах могут быть отличными. Они могут быть не хуже любого жанрового фильма, если они сделаны правильно. Мы сказали, давайте возьмем... Ну, высмеивание, оно не всегда является высказыванием того, что типа, мол, вот это вот все говно и так далее. А наоборот, как дань уважения. Возьмем кунг-фу Панду. Потому что я более чем уверен, когда, например, какое-нибудь очень страшное кино что-то высмеивает, оно не столько оскорбляет, сколько наоборот дает дань уважения. ...которую все воспринимали комедийно, но затем удивим зрителей, дадим им не то, что можно было ожидать с таким названием. Давайте попробуем сделать настоящий фильм о боевых искусствах, хоть он и про комичного персонажа. И это очень правильный подход. Возможность посмеяться над шутками, это, конечно, здорово, но нужно нечто большее, чтобы зритель по-настоящему эмоционально вложился в персонажа. По итогу сценаристы вдохновлялись как и серьезными фильмами про боевые искусства, вроде крадущегося тигра и затаившегося дракона, так и комедиями вроде разборок в стиле кунг-фу. Сам Панда претерпел изменения. Со слов создателей, изначально он был... Я сейчас, кстати, вспомнил один фильм, возможно, вот как раз он и есть, на который, кстати, недавно делал обзор ностальгиующий критик, и в котором есть сцена с кунг-фу коровой, которую в детстве, по крайней мере, в моем, многие засматривали ее до дыр на Старк Ноке. ...гораздо большим придурком. Но когда персонажа начал озвучивать актер Джек Блэк, его решили немного поменять. Видимо, в сторону очаровательной дурашливости, подальше от моментов, когда герой начинает откровенно раздражать своим ограниченным интеллектом. За свою улетность денег не беру, а за красоту тем более. И да, легко симпатизировать... Если... если сравнивать его с Патриком, Патрик больше бесит. ...персонажу, который фанател по пятерке воинов, и неожиданно ему объявляют, что он сам... Ну не просто по пятерке воинов, вообще, в принципе, он фанател от кунг-фу. ...особенные. И несмотря на то, что его кумиры не относятся к нему серьезно, он пытается доказать, что он на что-то способен. Но на удивление... Но тем не менее, в первой части он как-то с ними досблизился, особенно в этой сцене, в котором он пародировал Шифу. ...самым интересным персонажем мне показался мастер Шифу. Есть такое? Это герой, который позволил себе привязаться к своему ученику, что по итогу привело к боли. Отныне он вынужден... А все почему? Просто потому, что, да, появился более достойный наследник, чем мастер Угвэй. О, чем... чем Тай Лунг. С чем был согласен мастер Угвэй. ...выстраивать между собой и своими протеже эмоциональную дистанцию. Над ним стоит великий мастер Угвэй, который объявляет воинам дракона фиг пойми кого. И в любой непонятной ситуации вбрасывает тебе какие-то расплывчатые формулировки. Случайности не случайны. Мне нужна ваша помощь, мастер. Ты должен просто верить. Действительно, ребята, ну нафиг все эти... Просто верить? И все? Просто верить? Это вполне достаточно. Тренировки. Теперь мы прокачиваем веру. А потом этот самый Угвэй еще и помирает, оставляя... Да, прокачивал веру до всяких детей против волшебников. ...шифу разбирать всю эту дичь. А еще ему иногда приписывают слова, которые он не говорил. Короче, полный набор трагического персонажа. Да и местного злодея можно понять. Его, по сути, выращивали с настроем на определенную цель. А потом с этой самой целью просто кинули. Пересмотр... Потому что мастер Угвэй не посчитал его достойным наследником. ...посматривая панду сейчас, я просто поразился, насколько ловко тут... Типа, мол, он предвидел, что он на самом деле станет злодеем и так далее. ...писали персонажей. Единственное, что меня всегда смущало, это то, что ПО побеждает Тайлунга, по сути, в первой их битве. Я понимаю, что это все же сказка про веру в свои силы, которая иногда сильнее годовых тренировок. И вообще, как мне кажется... Никакого секретного ингредиента нет. ...когда Тайлунг узнал, что свиток является пшиком в его понимании... Да. ...он уже явно не был заинтересован в каком-то активном бою, да и, скорее всего, недооценил противника. Но все же мне кажется, что персонаж... В тот момент он ослаб, можно так сказать. То есть, до того, как он узнал, что в свитке ничего такого нет, он был такой весь всесильный, могучий, обладал такими силами, которые не обладал Панда По. Как только он узнал, все, он потерял весь смысл, проще говоря, и стал, ну, сражаться слабее в той финальной битве против По. ...наслуживал большего проявления себя. Но вместо развития этого бурчания, я лучше похвалю Панду за то, что она начинается с 2D-части. Это да. Во времена, когда многие кричат... Ну, потому что нужно же задать тон нашему мультфильму, что, мол, типа, мы в Китае. Нужна определенная стилистика их живописи, как в каком-нибудь Оками. Правда, в Оками там больше про Японию, чем про Китай, но тем не менее. ...чали о том, что 2D-анимация в кино мертвая. Такое решение многого стоило. Мультфильм ждал успеха, и спустя три года вышел неизбежный сиквел. Кунг-фу Панда 2 изначально должна была... Как по мне, еще круче, чем первая часть. Хотя, многим не понравился злодей. Мне пофигу. Мне нравится Шейн. Такой местной версии Гитлера. ...выти с заголовком «Пандамониум». Но позже создатели решили, что зрителям не стоит ломать себе язык, ибо они и так достаточно ломали себе мозг на первом мульте в попытках понять, как панда не понимает, что гусь явно не является его родным отцом. Эта тема и затрагивается в продолжении. Я тебя усыновил. Я знал. Ты знал? Кто тебе сказал? Создатели пробили вставки. Новый злодей не хочет ограничиваться каким-то свитком. Нет. Он намерен править всем Китаем. Это да. Антагонист Лорд Шейн настолько... И все ради чего? Ради своего собственного успокоения. Потому что его в юности не признали его же родители. ...пардинально решает свои проблемы, что когда ему предсказали поражение черно-белого воина, он решает перебить всех панд. И разумеется, как выясняется в процессе истории, он ответственен за гибель матери По. Да. Главный герой большую часть мультфильма страдает жестким ПТСФ в связи с рандомными флешбеками и отчаянно пытается найти... ...фильма страдает жестким ПТСФ в связи... Ну точно не намек на свастику. ...с рандомными флешбеками и отчаянно пытается найти внутренний покой по совету мастера Шифу. Ведет себя примерно как я, когда я потратил 3000 на психотерапевта и пытался срочно выбить из себя какой-то результат. Ибо в противном случае ощущение, что я потратил деньги в никуда. Аааа! Внутренний покой! Внутренний покой! Внутренний покой! 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 По сути у нас тут элемент придавания противостоянию героя и злодея личных мотивов в процессе истории. Такой прием не раз использовался в кино. Например, в Бэтмене 1989 года, где темный рыцарь сражается с Джокером как с просто представителем преступности, но потом выясняется, что он еще и ответственен за смерть родителей Бэтмена. Честно говоря, мне обычно в таких историях не хватает дилемм главного героя. Типа, движет ли мной просто желание утихомирить зло или личный мотив мести? Но конкретно в Кунг-Фу Панди 2 это не было бы уместным. Ведь мы понимаем, что По победил, потому что он отпустил свое болезненное прошлое, чего Лорд Шейн сделать не может. Боль стала для Павлина частью его личности. И ему остается только умереть, дабы от нее избавиться. Блин, он буквально смиренно закрывает глаза, когда на него падает пушка, хотя в целом мог бы и отойти. Кстати, некоторые вообще интерпретируют эту... Не просто упала, взорвалась еще. ...сцену так. Шейн принимает смерть, потому что считает, что он победил. Избавился от неумолимого пророчества. Ведь умирает он формально не из-за По, а из-за того, что случайно перебил канаты, что сдерживали пушку. Лорд Шейн шикарен. Но мог быть еще круче. В ранней версии сценария упоминалось, что Шейн родился с болезнью лейкизм, из-за чего родители считали его слишком смажным. Мне он нравится так же, как Шейн. Разочаровались в нем и вообще не считали достойным внимания. Во. По сути, по первоначальному плану, своими действиями Павлин пытался доказать своим уже мертвым родителям, что его не надо списывать со счетов. И что вопреки своему здоровью, он может быть необузданной угрозой. И в итоге он сошел с ума. По-моему, такая находка пошла бы персонажу исключительно на пользу. А еще у него должен был быть помощник Гиббона-убийца, но его вырезали. Помянем. Но несмотря на то, что... В итоге у нас есть помощник Шакал... Собака... И все дошло до финального результата. Как их здесь называют. Я считаю Кунг-фу Панду 2 отличным сиквелом, который не уступает, а во многом даже превосходит оригинал. Но не только полнометражными мультфильмами ограничивается Кунг-фу Панда. В 2008 году вышла короткометражка Кунг-фу Панда. Секреты неистовой пятерки. Видел. Манки. По сюжету Па рассказывает юным ученикам истории каждого члена боевой пятерки. И мы выясняем, что казалось бы, идеальные кунг-фуисты имеют за собой тяжелое прошлое. Им приходилось многое превозмогать, чтобы стать тем, кем они являются. К примеру, тигрицу все считали монстром, хотя девочка по сути лишь игралась. Лишь Шифу увидел ребенка в звере, которого другие считали лишь чудовищем. Но это, конечно, не так эпично, как история Богомола, которая учит нас тому, что иногда нужно быть терпелоидом. Богомол наконец-то познал тайну совершенствования себя, крышесносящую силу терпения. Все это оформлено в приятном 2D стиле. Не на уровне того, что показывали некоторые полнометражные части, но тут-то и времени у анимации побольше, и бюджеты явно поскромнее. Но для меня самое главное впечатление это то, что я только тут в полной мере осознал, что этих героев зовут просто типа Мастер Богомол, Мастер Обезьяна и так далее. Вообще похе. А если к ним присоединится еще одна обезьяна, она будет уже Мастером Обезьяны 2? Или нельзя брать больше одного представителя вида на один стиль боя? Потому что в 4 части, вот, по-моему, в трейлере даже об этом не говорили, а если говорить, то я, видимо, не помню. Но вот эту вот лисицу, которая подружка По, ее зовут Джейн. Вот я только вот сегодня узнал, что оказывается у нее есть имя. В отличие от главной злодейки, которая просто хамелеонша. Какие-то притеснения я не одобряю. В 2010 году вышла короткометражка Кунг-фу Панда праздничный спецвыпуск, где По столкнулся с более опасными вещами, чем всякие там озлобленные войны. Его делают ответственным за зимний пир. И когда дело уже касается готовки, даже великая сила веры может не помочь. Но больше всего мне здесь нравится начало со сном приемного отца По, где Тайлунг пытается съесть панду, но ему вместо героя предлагают лапшу. Эта идея заслуживает полноценной полнометражки. Слушай, а может ты видел, кстати, вот сейчас я вот смотрю вот это вот начальное, начало вот это вот в 2D. Блин, думаю, я ее, по-моему, увидел, но увидел, по-моему, всего один раз. И то, по-моему, на СТС или на СТС, не помню. Кстати о ней. В 2016 году вышла Кунг-фу Панда 3, которая все еще была красочным и развлекающим зрелищем, но как по мне... Но она уже не так сильно впечатляла, как, например, вторая часть. То есть Кай мне как злодену мне вообще не понравился. Он скучный. И я не буду оригинальным в плане обозначения причины этого. Главный злодей по имени Кай с его желанием собрать все силы ци, аки, покемонов. Причем у меня ощущение, что сам мультфильм понимает, что злодей так-то ни о чем. Кай возвратился! Кай, где твоя Герда? Кто? Генерал Кай. Не знаю. Нефритовый Громила. А, ладно. Ну, в общем и в целом, мы повторим этот же самый прикол в четвертой части, где все не будут узнавать по... Еще раз. И, кстати, злодейка тоже собирает... силы... Какие силы, кстати, здесь он собирает? Этого главный злодей по имени Кай с его желанием собрать все силы ци, аки, покемонов. А, ну, все силы ци. У хамелеонши собрать все силы... мастеров, злодеев по... Утал с Угвеем. О, Угвеем был великий воин, а вот, а? Да, мультфильм отчаянно пытается вбить нам в голову, что этот гад важен, потому что он бывший брат по оружию для Угвея. И якобы это придает ему какой-то значимости, но, по сути, нет. Бог, короче. Может, если бы с ним бился Угвей, это могло бы как-то поднять уровень драматизма. Но, пардон, Угвей откинулся еще два мультфильма назад. А в отрыве от этого контекста прошлого Кай вообще не производит впечатления. Ну и скажу, возможно... Да и сам как он... Он злодей, не как Ущи, на мой взгляд. Для кого-то ужасную вещь. Мне третья часть нам вообще не понравилась. Даже несмотря на то, что мы здесь узнаем про прошлое По, то, что мы здесь встречаем его отца, то, что там есть часть, в котором там есть маленькие милые панды, которые сюсюкаются с По, и он их обучает кунг-фу и так далее. Нет. Нет. Не понравилось. Мне нравится вся эта идея секретной деревни панд. Нет, вы не подумайте. Я не садист. Панды очень милые. Милые. Но, по-моему, если бы По был последним представителем своего вида, он был бы гораздо более значимым персонажем. Ну так, кстати. А когда мы видим такое количество панд уже... Продолжить рот с Джейн. Интересно. Я даже боюсь представить, какое будет в итоге скорейшее войне панды и лисицы. Какой будет гибрид, господи. И злодей из прошлой части теряет свою грозность в плане своего панды-геноцида. Он явно не докрутил свой план. Но зато у нас теперь есть панда, которая харасит По. Надеюсь, это того стоило. Поймите меня правильно, это все еще веселое зрелище, которое является добротным мультфильмом. Но я уже начал чувствовать некое ощущение вымученности происходящего. как добротный, в отличие от второй части. Но это не помешало панда-конвейеру. Небольшое отступление. Я буду со своими... Так, ну, отступление это чисто для фанатов, мне это не нужно. Куда? Возможности всего по этому таймингу, а мы возвращаемся к ролику. Были еще две короткометражки. Секреты мастеров, где у Гвей пояснял быку, носорогу и крокодилу, что есть настоящие богатства. И гораздо более, как по мне, любопытный мультфильм кунг-фу-панда Загадки свитка. Из него мы узнаем, как собралась неистовая пятерка. Оказывается, вопреки их, казалось бы, запредельной крутости, собралась она вообще по случайности из-за перепутанных свитков. Оказывается, фраза случайности и не случайной на деле относится не только к По, но и к другим воинам. Именно здесь По видит пятерку в деле и понимает, что он хочет связать свою жизнь с кунг-фу. Ну а мастер Шип... Ммм, 2D анимация, кстати, здесь симпотная довольно-таки. ...пу становится еще более трагичным персонажем, потому что заболевает от того, что По чихнул в лапшу, которую он съел. То есть герой еще даже не знает о Панде, но уже испытывает определенные страдания от его действий. Мультфильм заканчивается на довольно трогательном моменте, где уже в настоящем времени По передает свои игрушки пятерке ребенку. Панда понимает, что они ему явно нужнее. А у По в конце концов есть настоящие представители этой команды, с которыми приходится разговаривать, вступать в споры и, блин, еще не поздно отобрать у сопляка свои фигурки. Вы понимаете, какой огромный вклад внесла кунг-фу Панда в анимационный мир? Это я еще не говорю про целых три мультсериала, ведь мне нужна будет дополнительная жизнь, чтобы посмотреть их целиком. И это я не говорю про плаги... Нет, чувак, оно того не стоит. Мне достаточно было посмотреть вот эту вот легенду потрясности, как все. Нет. Это абсолютно не тот кунг-фу Панда, которого я знаю и люблю. Так что нет. Хотя многие, кстати, хвалят вот этот вот мультсериал, но нет. Нет. Сериала, ведь мне нужна будет дополнительная жизнь, чтобы посмотреть их целиком. И это я не говорю про плагиаты кунг-фу Панды, потому что уже говорил и мне хватило. На один, по-моему, я даже, кстати, делал реакцию вот на этот. На этот я не помню, делал или нет. Наверное, скорее всего, нет. И на один я хочу сделать реакцию, но потом. Панда По был слишком популярен, чтобы утонуть в забвении. Что же можно сказать про четвертый мультфильм? На ютубе многие ругают четвертую часть и называют разочарованием. И действительно... Среди таких, кстати, есть и... DTV. Я частично с ними согласен. Частично. Потому что мне эта часть на самом деле понравилась. Она почти в духе второй части. Не первой. Именно второй. Но у этой части есть очень странная, на мой взгляд, концовка. Давайте сначала послушаем акро. Перед нами мультфильм, у которого знатно урезали бюджет. Мультфильм, в котором неистовая пятерка не говорит ни слова, потому что, видимо, звездам, что их озвучивали, не захотели платить. Она появляется только в самом конце. В титрах. Я не буду за них платить. А мне вот в целом понравилось. И, разумеется, это точно. Так, такое бывает. Такое бывает. Извините, ребят. Тоже. Тоже. Это точно не уровень первой и второй части. Но мне, например, зашло чуть больше третий. Мне нравится, что здесь по выходу насчет то, что это больше третий зашло. Мне согласен. Из зоны комфорта. Что ему нужно передать свой титул другому зверю. И что он попадает в место, где о нем никто никогда не слышал. Мне в целом зашло... Практически так же, как про генерала Кая. ...новый персонаж Степная Лисица Чжень. Она не является какой-то... Ну... Нормальная такая. Мне, если честно, из второстепенных персонажей больше симпатизирует змея, нежели... Нежели вот эта вот Лисица. То есть, если бы меня спросили, какой мой любимый персонаж во вселенной кунг-фу панды, это вот Мастер Змея. Все. Остальные... Ну... Смотря как. Для меня Лисица, ну, норм, что ли. Выдающийся героиней, но вполне работает в дуэте с По. Дуэт же его двух отцов, и в этой фразе нет никакой пропаганды, тоже показался мне довольно комичным. Просто один приемный, просто потому что По в тот момент спасался от лорда Шеня, а второй, в свою очередь, он не искал своего сына. Сын нашел его в третьей части. И цепляющийся родной. С местной злодейкой Хамелеоншей все не так хорошо. Ее мотивация, типа, все говорили мне, что я маленькая, и поэтому не хотели обучать меня кунг-фу, кажется... Не, не хотели обучать кунг-фу, а она обучалась кунг-фу, но ее в итоге, ну, никуда не приняли. Вот так вот. То есть, ее не обучали кунг-фу. Она, по-моему, кунг-фу знала. Она знала кунг-фу. Она вначале даже, ну, она сражалась с рабочими, но... Но, по сути, это одно и то же, что и со стражей с какой-нибудь. Вот. В обличии Тайлуна. Вот. В общем, она обучалась, обучалась приемам кунг-фу, но ее никуда не приняли. И вот это вот, да, действительно, это очень странная мотивация, что она захотела себе власти, так же, как и Лорд Шейн, просто потому, что ее никуда не принимали в качестве кунг-фу и так далее. То есть, она обучалась, ну, не совсем всеми приемами кунг-фу. То есть, что она в этой части делает? Она в этой части дожидается кровавой красной луны, чтобы потом с помощью посоха мастера Угвея открыть портал в загробный мир, чтобы оттуда воскресить всех тех, кого когда-то побеждал по и высосать из них все те приемы, которые, которых нету у нее. В том числе, и тот прием, который заморашивает любого противника от Тайлунга. И в какой-то момент она действительно эти приемы завоевывает. Но давайте дальше. А потом еще к этому вернемся. Да, есть такое. Не знаю. Не знаю. Либо здесь как с Тайлуно, просто недостойно. Она все же кажется довольно грозной и впечатляющей. Однако по сути... Но эта сцена, кстати, клевая, в котором она скрещивает все свои перевоплощения в одного такого дракона. Это круто. К сюжету забирая способности прошлых злодеев, она явно не смогла скопировать их харизму. Да и, честно говоря, эти самые ее... Но она харизму не пыталась скопировать, она пыталась скопировать именно силы. Способности не используются в полную силу. Я ждал гораздо более парноидального полотна, где По в каждом персонаже видел бы потенциальную злодейку в замаскированном виде. Но, как вы поняли, не дождался. Но, наверное, главное разочарование это возвращение Тайлунга. Если кто-то... Ну, вернее, главное разочарование в Тайлу... Не в том, что Тайлунг вернулся, а в том, что после того, как По побеждает вот эту вот хамелеоншу, все злодеи внезапно такие начинают признавать По. Типа, ты такой мастер, ты такой все, ты ой-ой-ой. И все начинают поклоняться, ему в том числе и Лорд Шейн. Сука, вас вернули к жизни. По победил злодейку, которая у вас эти силы отобрала. Что вам мешает сейчас взять, объединиться и сбежать? И потом вместе планировать вновь захватить нефритовую долину и весь Китай, а потом и весь мир и победить наконец По вместе. Даже втроем пускай будет. То есть Тайлун, Шейн и Кай втроем на одного. Хотя на самом деле победит, даже если будут нападать в тысячекратном состоянии. Вот. То есть поэтому мне концовка четвертой части и кажется странной, что Тайлунг здесь внезапно меняет свое мнение по поводу По. Он так сильно злился из-за того, что его не приняли, променяли на какую-то тигрицу и так далее, а потом променяли на По и все в таком духе. И тут он внезапно такой решил, ну окей, я тебя признаю. И не воспользовался моментом, чтобы взять и сбежать. Его воскресили из мертвых. Он может сейчас делать абсолютно что хочешь перед тем, как он снова сдохнет. Но нет. Он решает принять свою смерть и забрать с собой в том числе и Хамелеоншу. Наивно ожидал, что у него будет какая-то арка искупления, то попрощайтесь со своими ожиданиями, они вам тут не пригодятся. Экранное время... Я почему-то более чем уверен, искупления бы никакого не было бы. Но на месте бы Дримвокса я бы сделал так, что можно было бы потом вновь вернуться к Тайлунгу. Просто дать возможность злодеям сбежать из крепости. Персонажа минимальное. Тем не менее, его признание По как воина здесь все же... Ну, серьезно. Чувак мог воспользоваться моментом, но он им не воспользовался. Кстати, неплохая рекламная кампания в виде коллаборации с Дюной. Может эмоционально зацепить. При этом тяжело осознавать, что в изначальном сценарии должна была быть сцена, где Ши-фу в последний раз прощался бы с Тайлунгом. Но какой-то гений решил ее вырезать, да. По итогу все же Кунг-фу Панда 4 показалась мне вполне приятным мультфильмом. Ну, не какой-то гений, а само руководство DreamWorks, которое посчитало эту сцену ненужной. Возможно, он посчитал эту сцену какой-нибудь нудятиной. Я бы, наверное, так не посчитал, если бы она была, если бы я ее вообще бы видел в таком виде. То есть, Lost Media, потерянная сцена, то есть, нет никакой раскадровки и так далее, просто слухи. Который, конечно, не сможет претендовать на ладу. Кстати, Кунг-фу Панда 4 показалось мне вполне приятным. Кстати говоря, вот эти вот, вот эти вот маленькие маньяки, они довольно угарные. Так, сейчас, секунду, ребят, у меня тут есть кое-какое неотложное дело. Так, продолжаем. Нет, серьезно, вот эти вот, вот эти вот малолетние маньяки, они самые угарные, ей-богу. Мультфильмом, который, конечно, не сможет претендовать на лавры оригинала, но она будто и не пытается, а является таким приятным пустячком. А ведь перед нами могло бы быть совсем другое зрелище. В раннем сценарии Кунг-фу Панда предполагалась смесью мультфильма и живого фильма с реальными актерами-людьми. И, если честно, это просто выносит мне мозг. Звучит как По-моему, такой же сценарий был у пятой части ледникового периода, насколько я знаю, в котором они внезапно оживляются в нашем человеческом мире в виде музейных экспонатов. Какой-то трэш, который вообще не был бы уместен в серии Кунг-фу Панда, но мне все равно было бы любопытно на это посмотреть. Кто знает, сколько еще Кунг-фу Панда нас ждет впереди. Ну, надеюсь, по крайней мере, в следующий раз бюджет не урежут так, что персонажи вообще перестанут разговаривать. Ну, а с вами был Акар. Либо нас ждет деградация в стиле какого-нибудь ледникового периода. Может быть и такое. Так, что еще я хотел сказать по поводу этой части? Так, насчет одной странности я рассказал. Теперь насчет второй странности в виде самой лисицы. мне кажется, что вот в одной сцене есть негодование со стороны мастера Шифу по поводу того, что лисица не шибко достойный наследник после По. и я с ним согласен. То есть воровка, которая едва знает все приемы самого По, которая знакома с ним лишь двумя днями, вдруг завоевывает сердце По. И вот из-за того, что она завоевала его сердце, из-за того, что он чуть ли не влюблен в нее, она вдруг становится наследницей престола. То есть в этот момент По, как по мне, думал не совсем тем местом, которым он должен был думать. То есть для того, чтобы По стал мастером, ему понадобились несколько дней, если не месяцев, тренировок вместе с мастером Шифу. И финальное испытание перед тем, как он действительно поверит в него с вот этой вот пельмешкой. Все. Все. А здесь он едва с ней знаком, она едва знает приемы кунг-фу, она едва может владеть вот этой вот палкой у Гвея, и сказал при этом одно неправильное слово, и она внезапно наследник престола. Как по мне, достойным наследника престола мог быть тот сильный качок баран, которого показывали на демонстрации новой неистовой пятерки. Еще лучше бы наставником был, блин, панда свин, озвученный мистером бистом. вот серьезно, ей-богу, но никак не воровка, но никак не воровка, которая была нанята вот этой вот хамелеонщей просто потому, что она была сирота, и просто потому, что хамелеонша впечатлилась ее навыками воровства. Хотя навыки воровства это, конечно, странная вещь. То есть она просто что-то там украла у хамелеонши, хамелеонши отобрала, а она увидела, что мол, она не боится, и она ее взяла к себе. Ладно, окей. Окей. Хотите так? Будь что будет. Здесь есть классические приемы, которые есть и в большинстве других кинематографов, то есть внезапное предательство, а потом опять подружайки и искупления. Происходят, и я хотел сказать вроде что-то еще по поводу хамелеонши. В общем, насчет приемов самой хамелеонши. Да, она завоевала все приемы, в том числе, кстати говоря, когда она была в обличии по, она применяла в том числе и его приемы, что несколько задает некоторые вопросы по поводу того, что они являются ли все приемы по чьими-то другими, то есть кто-то обучался приемами по и до самого по, то есть какой-нибудь мастер-носорог, может быть, применял скиды еще вот так внезапно. Хотя, с другой стороны, если бы ну нет, там должен быть мастер-захват УСИ. Поэтому ну не знаю. В общем, обладев всеми приемами, она не смогла обладеть одним, которым страдают все злодеи. То есть в момент, когда вот эта вот лисица Джейн, она махает своим посохом для того, чтобы вызвать дракона, хамелеонша не воспользовалась тем, чтобы в момент, когда она вот этим вот посохом махает, атаковать ее. В итоге она попадает под эту атаку дракона и в качестве добивки от по вот эту вот скидыщ и так далее. То есть не воспользовалась моментом. Вот такая вот у меня претензия. То есть, что я могу сказать по поводу этой части. Часть классная. Мне она понравилась. Но не без изъянов. То есть, это как с чебурашкой с какой-нибудь. Вот. То есть вторая часть Мадагаскара страдала меньше этим. Вторая часть Терта Литла страдала этим меньше. Шрек 2 страдал этим меньше. Тачки 2 страдали этим меньше. В общем, есть какие-то... Ну, нет. Я, конечно, понимаю, что здесь я говорю про вторую часть, а не про четвертую часть. Но я свожу это к тому, что четвертая часть мне понравилась так же, как и вторая. Поэтому у меня вот такое вот сравнение. И, собственно, вот как-то так. То есть, окей, возможно, моя претензия последняя, она притянута за уши, но все остальные это нельзя не заметить. То есть, насчет внезапного признания от злодеев в сторону по... И насчет сомнительного выбора в сторону наследника в виде вот этой вот лисицы. Хотя ее, кстати, обучают в конце приемами. Ну, хотя вообще наследник-то должен был быть. Ну, блин, короче, наследник мог быть и получше, но не лисица. Лисица она могла быть, ну, я не знаю, просто другом и все, и так далее. Ну, никак не следующим мастером. Ну, ладно, хрен с ним. То есть, какая-нибудь Фрося, Фрося, блин, из трех богатырей более достойный наследник для князя. И, да, кстати, вот этот вот Фрося там, или не Фрося, не помню, как ее зовут, по-моему, Фрося, да. Вот. А она, кстати, есть в пупе земли? Потому что, сука, если ее нету в пупе земли, а я планирую посмотреть эту часть богатырей, ох, ё-моё. На этом и все. Субтитры сделал DimaTorzok